Всем привет! Я давно не показывала свой ежедневный макияж. И сегодня осенний вариант моего ежедневного макияжа. У меня сильно сохнут губы и трескаются. Я использую бальзам от Lumine как маску. Наношу на 10 минут. Остатки распределяю. И пока я делаю макияж, мои губы напитываются, чтобы потом можно было спокойно нанести помаду и не бояться за то, что губы свернутся в трубочку. Осенью я использую более стойкое тональное средство, чтобы оно не оставалось на водолазках. И в целом хочется чего-то поплотнее. Летом невозможно носить такие плотные тональные крема. А осенью такая прохладная погода как раз позволяет нам нанести что-то более кроющее. И чтобы лицо не смотрелось таким запудренным, я буду использовать спрей-сыворотку D'Alba. Ее можно наносить как до, так и после макияжа. Буквально за 3 секунды кожа успеет напитаться и примет необходимое увлажнение. Такой спрей-формат можно использовать любое время, в любом месте, в машине или в офисе. Она быстро впитывается и не оставляет липкого жирного слоя. А теперь чуть-чуть сузим лицо. С помощью затемняющего стика я подчеркну себе скулы, нос. Кремовый контуринг опасная вещь, с ним главное не переборщить, чтобы потом не пришлось добавлять консилер и высветлять переднюю часть лица. Все аккуратно растушевываю пушистой кистью. Остатками продукта прохожусь по углам нижней челюсти, чтобы не переборщить, потому что может выглядеть очень странно, если прям туда нанести продукт. Обязательно использую консилер. Консилер у меня желтоватый, чтобы скрыть синячки. Он отлично перекрывает световые дефекты и не пересушивает область под глазами. Мне не хватило немного плотности на подбородке, туда я добавила тоже чуть-чуть. Также растушевываю маленьким бьюти-блендером. Он очень милый и добавляет настроение. Следующим шагом, чтобы заматировать, но не перепудрить кожу, сияющая и на удивление очень бюджетная мелкодисперсная пудра от Catrice. Ее я наношу для того, чтобы зафиксировать макияж перед сухим бронзером, который я буду использовать. Немного напоминает пудру Hourglass, жемчужина, перламутровая, но и с выраженным матирующим эффектом. Дальше идет палетка от Anastasia Beverly Hills. Это бронзер, хайлайтер и румяна. Я буду использовать все вместе. Для начала своей кистью-козой пройдусь немного бронзером, а дальше нанесу румяна, что я делаю крайне редко, но сегодня для видео можно. Кстати, на видео это смотрится чуть ярче, чем в жизни. Мне нравится тут хайлайтер, он такого цвета шампанского. Его можно нанести не только на скулы, но и на внутренний уголок глаза, носик, галочку над верхней губой. Мне нравятся такие многофункциональные палетки. Можно сразу же сделать полный макияж. Дальше я надеваю свои украшения. Это моя старая добрая серебряная цепочка. Сережки-кольца. И сейчас я очень полюбила кафы. Смотрю, постучись в мою дверь. Надеюсь сделать преображение. Уж очень зацепил меня этот сериал. Нужно какой-то заказать прикольный каф, потому что у еды там они просто невероятные. А я надеваю кольца, и это все украшения, которые я ношу каждый день. А я дальше перехожу к макияжу и не делаю себе брови. Брови делаю с помощью помадки. Снимаю излишки и прохожусь по основанию бровей. Это такой быстрый способ оформления бровей, который использую почти всегда. Заполняю всю бровь помадой. И все хорошенько вычесываю. Стараюсь сделать это аккуратно, чтобы не приходилось подчищать консилером. Такие акварельные бровки я всегда чем-то закрепляю, либо мылом, либо гелем для бровей. Итак, стрелки. Я буду рисовать растушеванные стрелки за одну минуту. Такой вариант стрелок я рисую на ежедневной основе. Это очень быстро, а главное не отнимает много времени с утра, когда полчаса идут за пять минут. Тяну стрелку к вискам снизу и сверху, растягивая карандаш, и еще раз добавляю его чуть глубже в глаз. А сейчас устрашающая для многих рубрика керлер для ресниц. Мне нравится его использовать, тогда тушь можно использовать любую, ресницы все равно смотрят вверх. Промакиваю тушь об салфетку и остатки наношу на ресницы. Так выглядит более натурально. А дальше я решила затемнить немного тенями. Я часто использую палетку Lime Crime. Вот этот вот оттенок, темно-коричневый, который переливается в лиловый. Он хорошо раскрывается на моей коже. А дальше перехожу к губам. Это матовый нюдовый стик, который теперь по уже увлажненным губам ляжет очень хорошо. Я беру либо пальчиком, либо самим стиком, наношу на губы без карандаша. А контур прорабатываю плоской кистью. Чтобы макияж уселся, я использую повторно спрей-сыворотку и наношу ее легкой валией на все лицо. Макияж готов. Я снимаю заколки и немного распушиваю волосы. А это был весь мой ежедневный макияж. Но я решила еще собрать волосы. Заколола металлической заколочкой с Алиэкспресс. Это супер универсальная прическа. Я ее делаю каждый раз, когда мне нужно быстро выбежать на улицу. А я надеюсь, что вам понравилось это видео. С вами была Даша Кей. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok